Зараза с турецких берегов. Не допустить в Ивановской области распространения инфекции, вызванной вирусами Коксаки, поручил губернатор Павел Коньков руководителю департамента здравоохранения. Свой характер антеровирусной инфекции показал этим летом в Турции. Массово переболели Коксаки, отдыхавшие там россияне, в первую очередь дети. По словам Сергея Минодова, медики региона в случае обнаружения готовы к лечению заморского недуга. Все руководители лечебной сети, как взрослые, так и педиатрически информированы. Каждый врач знает о том, на какие симптомы обращать внимание именно по этому вирусу Коксаки, куда маршрутизировать пациентов. Для нас, в принципе, это достаточно обычная работа, которая связана с постоянным циркулированием новых вирусов. Это, если вспомнить, и птичий грипп, и свиной грипп, и так далее, и так далее. Заболевание начинается с увеличения температуры тела, могут появиться высыпания в виде пузырьков на слезистые и на кожных покровах. Родители незамедлительно должны обратиться к врачу. В пятой детской поликлинике нам пояснили лечение при Коксаке, аналогичное лечению ОРВИ. Но, чтобы знать врага в лицо, пациенту предстоит пройти лабораторное исследование. В данном случае ребенка направляют на вирусологическое исследование. И если при этом исследовании найден вирус Коксаки, то, естественно, заболевание будет подтверждено. В нашем учреждении заболеваний вирусом Коксаки не зарегистрировано. Однако подозрения на Коксаке у одного маленького пациента в пятой поликлинике все же были, но, к счастью, не подтвердились. Департамент здравоохранения, в свою очередь, репортует. Случаев заболеваний в регионе не зарегистрировано. Передается Коксаке воздушно-капельным путем через немытые фрукты или игрушки. А потому лучшая профилактика здесь – гигиена, чистые руки и употребление только кипяченой или бутылированной воды. Вакцина от Коксаки не существует. Зато прививки от гриппа уже на подходе. По словам специалистов, под штаммы вируса аналогично прошлогодним. Вакцинацию начнут буквально со следующей недели. С сентября начнем, как только по мере получения вакцин, начнем прививочную кампанию. 100% на охват медицинских работников, поскольку это декретированная группа населения. И, соответственно, дети, которые прикреплены к нам, дети-школьники, дети, соответственно, дошкольной сети, тоже будут получать вакцинацию в обязательном порядке. План области – привить от гриппа 40% населения. Речь и о взрослых, и о детях. Идеальное время для вакцины, говорят медики, – сентябрь. Для формирования иммунитета как раз необходимо полтора-два месяца. Елена Белова, Антон Осипов, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.